На улице не больше 5 градусов, в квартирах нет отопления. Уже больше месяца жильцы 4-го подъезда в доме на Луначарского 20 стараются договориться со своей соседкой. Нужно отремонтировать батарею в ее квартире, тогда тепло станет 7. Договориться не получается. Сантехники пришли. И так продолжается практически каждый день. Жильцы рассказывают, соседка их просто избегает. Однажды с женщиной все-таки удалось выйти на контакт. Она сама выбрала сегодняшний день, чтобы встретиться с коммунальщиками. Но в последний момент, видимо, передумала. Дверь в квартиру так никто и не открыл. Бороться за тепло, за водоснабжение, за чистоту в подъезде жильцы, по их словам, вынуждены почти 10 лет. Она когда заходит или выходит оттуда, чтобы мы ушли, тогда она выходит. И быстрее, быстрее убегает. А вчера она сказала, что я не пущу слесарей, потому что меня отравили. Больше всего из-за этого страдает Нина Кузьминична, соседка снизу. Женщине уже больше 80 лет. Ремонт сделала, больше 100 тысяч заплатила. Поглядите, все отвалилось. Батарея не греется, там не греется. Вот такие дела. Все плачу, за все плачу. На помощь приходят соседи. За несколько лет у них накопилась целая стопка бумаг. Здесь и обращение в полицию, прокуратуру, мэрию. Удалось выяснить, что за квартиры числится долг за коммунальные услуги больше 38 тысяч. В 2010 году женщине отключили электричество, а газовая плита там не проверялась с 2008 года. Жильцы сомневаются в психическом здоровье соседки. Среди всех собранных документов есть постановление прокуратуры на обследование женщины в психиатрической больнице. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры. Переданы документы в психиатрический диспансер с просьбой нашей узнать, чтобы врачи узнали, что происходит с человеком. Пока жители подъезда вынуждены терпеть постоянные неудобства. Из различных инстанций с проверкой сюда не раз приходили специалисты. Но история та же. Двери квартиры никто не открывает. Для решения проблемы юристы советуют соседям обратиться в суд. То, что касается ее освидетельствования медицинского на предмет ее психического состояния здоровья, здесь тоже можно таким же образом поступить, также обратиться в суд, получить судебное решение, ну и принудительным образом ее освидетельствовать. Ну а дальше уже будет принято решение, здорова она или нет. Если не здорова, то она будет лечиться. В прошлом году коммунальщики уже прибегали к помощи суда, чтобы заменить в этой квартире батарею. Сейчас планируют сделать то же самое. А пока жильцам остается только ждать, когда двери соседки все-таки распахнутся для коммунальщиков, и батареи в подъезде станут горячими.